Доброго воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня с вашего позволения затронем тему доказательства бытия Бога. Человек свободное существо, в том числе и в религиозном плане. Именно поэтому церковь очень осторожно относится к такому понятию, как доказательство. Именно потому, что доказательство все-таки предполагает некое убеждение, насилие над волей человека. Человек не хочет верить, а ему как бы говорят, нет-нет, вот мы тебе докажем, ты должен быть верующим. Однажды один православный богослов на вопрос, почему же у нас, если так выразиться, нет неопровержимых доказательств существования Бога, сказал простую вещь. А Бог их специально не дает человеку для того, чтобы на земле хранилась вера. Потому что если бы человеку было открыто явлено, неопровержимое существование в мире Бога, то тогда, извините, и как таковой веры не надо было бы, да? Это было бы обыкновенное знание. А так человек свободен выбирать, верить ему или не верить. Обратите внимание, что воскресший Христос не является понтию Пилату или еврейским законником, которые его распяли, а является именно тем, кто при его земной жизни в уничиженном оброде разглядел в нем Сына Божий. Вот говорят, покажи мне Бога. А как человек хочет, чтобы ему доказали и чтобы ему показали? Хорошо, допустим, Бог вот явится человеку и скажет, что вот я, я есть. Верующий поклонится ему и скажет, что слава Богу. А неверующий не факт. Скорее всего, он скажет, мне почудилось. Это какое-то наваждение. Вот бывает и такое. Какому-нибудь неверующему человеку, если доказать, что есть Бог, то не всегда это будет способствовать, такой парадокс, его духовному возрастанию. А может быть, даже будет и наоборот. Человек озлобится, станет не просто неверующим или агностиком, а откровенным богоборцем, что лишь только усугубит его духовную участь. Вот поэтому православные традиции, эти доказательства сильно не поддерживаются и не навязываются. Вообще доказательства бытия Божия, что интересно, были созданы верующими людьми в эпоху, когда сомнений в бытии Бога в образованном обществе. По большому счету, это и не возникали. То есть, изначально доказательства бытия Божия были вызваны не какой-то миссионерской необходимостью или диспутами с атеистами, а это была некая игра ума, некое вот рассуждение на досуге. То есть, церковь никогда не ставила себе во голову угла эти рассуждения. Лишь намного позже появились люди, которые, к сожалению, ощущали себя настолько далеки от Бога, что даже ставили под сомнение его существование. Тем не менее, в некоторых случаях полезно вспомнить эти аргументы. Кстати, нужно сказать еще следующее. Во многих случаях отрицание Бога есть просто нежелание допустить, чтобы евангельские заповеди вторгались в жизнь человека. Не так часто находятся люди, которые просто могут честно сказать, что я, мол, люблю вести распутную жизнь, изменять мужу-жене, и поэтому я не хочу серьезно заповеди Божьи воспринимать. Или я не хочу быть христианином, потому что это помешает моей карьере чиновника, предпринимателя, кого-то еще. Человек поэтому пытается себя оправдать и выгородить, оправдать себя, свое безбожие, маскируя некой философской системой. Но есть люди, которые считают по-другому. Например, у человека есть убеждение, что там я не верю в Бога, потому что наука доказала якобы, что Бога нет. Тогда есть смысл поговорить с этим, об этом человеком, привести какие-то доказательства, и рассказать ему, что образно выражаясь, наука-то, в принципе, этого ничего-то не доказывала. Убрать, так сказать, это бревно на пути к Богу, отодвинуть его, сказать, что вот, пожалуйста, путь свободен, что там дарвинизм многими даже современными учеными ставится под большое сомнение. Можно вспомнить известных академиков, профессоров МГУ, Российскую Академию Наук Черниговскую, и там уже покойного вейника из Белорусского госуниверситета, известного физика. Много других. Ну или, к примеру, говоря, что в классовой борьбе церковь всегда неправильно себя вела, там становилась на пути эксплуататоров. Можно тогда вспомнить судьбу апостолов, мучеников, самого Христа, распятого, в конце концов. Но вместе с тем, миссионер-проповедник не может пройти путь вместо человека. Молиться вместо него, думать вместо него. Поэтому доказательства своего рода, дорогие друзья, ставят задачу просто подкрепить желание сердца к богоискательству. Заставить человека думать, исцелить те душевные раны, которые когда-то были нанесены ранее. Вот отец Андрей Кураев, известный миссионер и протодиакон русской церкви, вспоминает, как однажды в шестом классе по химии его учительница провела такой опыт, да, то есть смешала пробилки, там какой-то химический опыт провела и торжественно объявила, смотрите, дети, вот медный купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал, да, и это на него, отец Андрей сам признается, произвело такое впечатление, что он только уже в студенческие годы вновь серьезно задумался о духовном мире, а до этого, там, да, почти 10 лет реально считал, что да, все нормально, Бога нет, все доказано. Вот, ну, теперь непосредственно немножко поговорим о самих доказательствах. Кстати говоря, они в большей степени сводятся не к тому, чтобы доказать, что Бог есть, а чтобы показать ясно, что наш современный мир нуждается в Боге, что мир нельзя объяснить, исходя из самого мира. Первый аргумент, он философский, космологический и, в принципе, довольно простой, потому что фундаментальный принцип науки гласит, что все, что существует, существует благодаря какой-то причине, так называемый принцип детерминизма, причинно-следственных отношений. Так как мир существует, естественно, должна быть и причина, сброшу буквы, существования нашего мира. И эта причина должна лежать за пределами нашего мира. Это не наш мир. Кстати, современное научное объяснение возникновения мира, теория Борошова-воззрива, как раз таки не объясняет, почему и как вот этот взрыв произошел. Чаще всего ученые объясняют, что было потом позже, а вот эти первые, возможно, микро-микро-микро доли секунд, которые, кстати, самые важные, пропускаются как бы мимо. Вот оно якобы произошло, а дальше вот то, что было дальше. А вот это самое первое, и ведь и есть-то самое главное. Что послужило толчком к появлению нашей Вселенной? Или кто? То христианство дерзает говорить о том, что это Бог. И, кстати говоря, согласитесь, это более смыслный подход, чем просто атеистическая схема. То есть с точки зрения научной философии, если есть мир, значит и есть то, что обуславливает существование нашего мира. Есть то, что дает ему импульс развиваться. То есть наш мир не самодостаточен. И это дает повод человеку задуматься, зачем я прошел в этот мир. Вот обрати внимание на то, что сам по себе вот этот философский, космологический аргумент не дает ответ, но заставляет поставить вопрос. И как человек ответит на этот вопрос, тем он и будет дальше руководствоваться своей жизнью. Это уже скорее немножко вопрос из духовного опыта. Второй аргумент тоже философский или антологический восходит к Платону. Антология – это наука о бытии. Наука гласит, что существуют некоторые вещи, мыслить, которые не существующими, нелогично. Таких реалий всего три. Мыслю – значит, существую. Мы слышали это выражение формула Декарта. Он, будучи капитаном французской армии, ночуя ночью, зимой в печке, закрыл заслонку и оказался в абсолютном отсутствии сенсорных ощущений. То есть, тишина, ничего не слышно, темно, ничего не видно. И он задал себе вопрос, а есть ли окружающий мир? Ведь мои чувства молчат. Его синяет мысль, что если я об этом думаю, значит, я существую. Значит, бытие реально. Сказать «меня нет» – значит, сказать противоречие. Все, что существует, называется общим словом «бытие». Ведь мы не можем сказать, что бытия нет. Потому что бытие уже само по себе подразумевает существование предмета. А сказать «нет Бога» – сказать абсолютный абсурд. Потому что Бог – это абсолютное бытие. Это первоисточник, это абсолютный начало. Поэтому сказать, что Бога нет – нелогично. Вот тоже такое интересное рассуждение. Третий философский аргумент принадлежит Канту, немецкому философу. Он говорит о том, что человек в этом мире явно выделяется из причинно-следственных отношений тем, что он имеет свободу и свободную волю. «Если бы человек не имел свободы воли, тогда что это означает? Что все наше поведение запрограммировано. Кстати, есть и такие идеи. Некоторые материалисты выдвигали такую мысль, что человек не свободен, потому что все его поступки, они как бы обусловлены движениями нейронов в мозгу, какими-то химическо-физическими процессами и так далее. Но тогда встает вопрос, раз человек как бы не свободен в выборе, то его и судить не надо, потому что это не он совершил преступление, к примеру говоря, это нейроны там не туда пошли. Все-таки большинство, подавляющее большинство современных философов, ученых признают, что да, человек свободное существо. При этом, кстати, он во многих случаях несет ответственность, как он реализует эту свободу. А это означает, что человек немножко не из этого мира, потому что все остальные животные, растения, все, что в мире есть, они как раз-таки действуют не на основании свободной воли, а на основании каких-то причинно-следственных законов и инстинктов. И раз человек выходит за рамки нашего мира, это означает, что человек иной силой послан в этот мир, который не принадлежит нашему миру. Ну и еще мы сегодня поговорим о научном аргументе. в мире действуют законы физики. Есть закон термодинамики. Вот очень интересен второй закон, так называемый закон энтропии. Вкратце, этот закон таков. Атомы сами по себе ни в какие сложные соединения не образуются, а если это вдруг и произойдет, то молекула будет стремиться к разрушению. То есть всегда все сложное стремится к упрощению, а не наоборот, если не будет какого-то внешнего импульса, какого-то творческого созидательного процесса. Ну, к примеру говоря, все стихии, ураганы, атомные взрывы не ведут к созиданию и соединению, а ведут наоборот к упрощению и к разрушению. Вот в одной книжке довелось прочитать вероятно случайное возникновение ДНК. Это то же самое, если бы обезьяна случайно без ошибок набрала войну и мир Толстого. Вот как раз таки согласно второго закона термодинамики весь мир стремится к упрощению и разрушению, а от простого к сложному, если нет внешнего действия, мир стремиться не может. То есть, надо некий внешний импульс. И христианин убежден, что этот внешний импульс Господь. Мы сегодня остановимся и продолжим разбор некоторых доказательств нашей следующей встречи. Храни вас всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok